Универньюз приветствует всех, кто хочет всегда оставаться в центре самых интересных событий. С вами Аделя Шамилова. Сегодня вы узнаете. Как стать успешным специалистом и знаменитым выпускником? Глава внешекономбанка поделился секретом успеха. Май 2017 признан настоящей аномалией и стал самым холодным в последнем столетии. Куда же пропала весна? Диалог со звездами российской эстрады продолжается. Дмитрий Маликов презентовал новый проект в стенах Казанского университета. Казанский федеральный посетил главный научный советник Министерства иностранных дел Великобритании профессор Робин Граймс. Об этом далее. В Казанский федеральный с визитом прибыли представители посольства Великобритании в Москве во главе с научным советником Министерства иностранных дел Великобритании профессором Робином Граймсом. Гости были заинтересованы в исследованиях Казанского федерального в области физики и биологии. Впечатлены историей ведущего вуза Поволжья. После презентации гости посетили лабораторию университета. Анастасия Иванова, Владислав Мехневский, Универ Ньюс. Успешность выпускников и современный рынок обсудил со студентами КФУ председатель управления Внешэкономбанка Сергей Горьков. В чем заключается главный рецепт успеха, по мнению известного российского управленца, вы узнаете прямо сейчас. Выдающийся экономист, руководитель одного из крупнейших банков России, рассказал будущим коллегам о перспективах развития российской экономики и вызовах, которые стоят перед ней сегодня. Встреча состоялась на площадке Института управления экономики и финансов Казанского университета, где гостя встретили более сотни студентов, которые захотели встретиться с мэтром отечественной экономической науки. Поводом для лекции стала идея необходимости успевать за развитием технологий и вовремя принимать ключевые решения. Я рассказывал про систему agile, которую мы придумали в корпоративном бизнесе. Для нас очень важно в agile как раз сейчас набрать студентов, просто молодых ребят, выпускников с хорошим, качественным, базовым, грамотным образованием. Остальному мы, скорее всего, будем учить, потому что мы сами находимся в активном поиске с точки зрения знаний. Технологические прорывы, по словам главы Внешэкономбанка, уже сегодня определяют скорость перемен во всех сферах жизни. От фундаментальной науки до культуры и искусства. Экономическая система, конечно, тоже не стала исключением. Сейчас время, когда нужно сращивание разных технологий и разного типа знаний. Финансовых, нефинансовых, экономических, технологических, индустриальных и так далее. Поэтому вопрос, когда мне сейчас задают, кто нужен как человек, скорее всего, человек очень важен, когда он обладает, знаете, с большим спектром знаний. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Не спасти ежегодная международная конференция, посвященная инновациям управления в государственном секторе. Настрой и стремление к открытому диалогу позволил найти наиболее эффективные решения, касающиеся инновационного развития территорий. В то же время, обмен мнениями способствовал дальнейшему международному сотрудничеству. Подробности далее. 20 мая в Казани прошло закрытие ежегодной конференции международной организации «Не спаси». В мероприятии принимали участие более 150 гостей из 35 стран мира. Главной темой конференции стали инновации управления в государственном секторе. Результаты конференции помогли прийти к определенным выводам для будущей деятельности в области государственного управления. За эти два дня были обсуждены различные вопросы, касающиеся как развития региона в целом, и также касающиеся именно управления на локальном уровне, на местном уровне. Интересно прошли дискуссии, потому что, на наш взгляд, нам было интересно провести сравнительный анализ, как, например, муниципалитеты развиваются, какие инновационные методы используются в их работе. И поэтому, на наш взгляд, нам было очень полезно получить некоторый международный опыт по этим вопросам, и мы рассказали о своих проблемах. Нам удалось пообщаться с представителем Румынии и немного узнать о впечатлениях от города и конференции. Я являюсь представителем Национальной школы политических исследований и государственного управления в Румынии. Мне очень понравился ваш город и как была организована конференция. Что происходит с погодой? То солнце, то дождь, то сильный ветер. А ведь уже лето на носу. Что нам ждать в ближайшие дни, расскажем в нашем следующем сюжете. По инициативе советника президента Российской Федерации по вопросам климата Александра Бедрицкого в мае в регионах России проводятся климатические недели с целью популяризации знаний о происходящих и ожидаемых климатических изменениях. В рамках климатической недели 22 мая прошла пресс-конференция в Татаринформ для представителей СМИ Республики Татарстан. Мы видим, что по-другому начали расти растения. Мы знаем о том, что по-другому стали распространяться болезнетворные какие-то организмы. Почему? Потому что зима становится теплее. В этот период не происходит гибели вот этих вот опасных организмов в почве и воде и так далее. И это уже является как бы опасным последствием для людей и для окружающей среды. Что ждать нам в ближайшие дни, сообщил Феликс Гоголь, доцент кафедры метеорологии и климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ. Днем завтра температура чуть-чуть может быть выше на 1 градус, 10-15 градусов тепла по республике. А вот уже на 24-25 мая начнется рост температуры воздуха в нашей республике. Температурный фон дневничества составит на 24-16-21, а на 25 мая 17-22. Но отчаиваться не стоит, так как лето предстоит быть теплым, а в июле температура ожидается выше нормы. 20 мая народный артист Российской Федерации и король твиттера Дмитрий Мальков представил жителям Казани свой спектакль «Перевернуть игру» и рассказал о своей активной деятельности в Твиттер и Ютуб. Дмитрий Мальков перевернул игру российского шоу-бизнеса. 20 мая в концертном зале «Уникс» состоялась премьера спектакля народного артиста Российской Федерации и короля твиттера Дмитрия Малькова «Перевернуть игру». В основе спектакля лежит разговор двух поколений о музыкальных пристрастиях. Правда у каждого своя, и в связи с этим зарождается некий конфликт, разрешить который помогают фантомы великих классиков. После спектакля Дмитрий Мальков рассказал о своем шоу студентам Казанского федерального университета и журналистам республиканских изданий на пресс-конференции в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Я просто подумал, что надо продолжать свою просвидетельскую деятельность, потому что она действительно стала одной из таких важных составляющих зрелого Дмитрия Малькова. И вот родился этот спектакль, как некая такая интерактивная форма, потому что он вроде бы как о классической музыке, но на самом деле он не только о музыке, о том, что нужно много трудиться, что нужно быть широко образованным человеком. Студенты федерального не смогли обойти тему, посвященную появлению Дмитрия на «Версус-баттли», шоу большого русского босса, а также недавний фит с Юрием Хованским. Слышишь меня, знаешь, что такое? Я вообще-то здесь. Эй, куда ты смотришь? Хит, еще хит сверху, ты же знаешь, я тоже судил «Версус». Мне времени крут, я свой в доску, и на шоу голос, и на шоу босс. Бабки меня любят, в кармане видимо-невидимо налика. Узнают всегда и везде, погодите, извините, а не буди вам маленьком. 18 мая на Ютубе вышел клип Дмитрия Маликова и Юрия Хованского, уже собравшую более 7 миллионов просмотров. Клип начинается со встречи Хованского и Маликова в Петербурге, на который блогер просит артиста сходить с ним на свидание с девушкой, чтобы отвлечь внимание ее мамы. Однако по сюжету у Хованского возникают трудности с девушкой, и он предлагает Маликову поменяться. В итоге певец очаровал и маму, и ее дочь. Маликов рассказал, что бросил клич в Твиттере, с кем бы мне физомутить, и самое отдельное предложение поступило именно от Хованского. Зная его скандальность, у Маликова было условие никакого мата в клипе. Первое и самое, что ли, конкретное предложение поступило. То есть он, видимо, отнесся к этому серьезно, он подумал, вот, говорит, вот есть Маликов, надо с ним что-то сделать, что можно сделать. Дальше он начал думать, там, мама, дочка, поколение, вопросы, что. То есть он как бы придумал эту всю историю. Потом он меня нашел, со мной поделился, и я тоже как бы на эту тему откликнулся, мне тоже это стало интересно. По словам Маликова, его козырь «Самая ирония» сработал. Он намерен продолжить двигаться в этом направлении и хочет спеть дуэтом с Оксимироном или Кастой. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и узнавать обо всех событиях первыми. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин